Мама, Исраэль, Адонай, Эллоэйну, Адонай, Эйха. Батшалом, дорогая община. Давайте встанем, помолимся. Баруха та Адонай, Элогейну Мелаха, Олама, Шер, Бахар, Бану, Миколе, Амим, Веднатан, Лану, Эт Торато. Баруха та Адонай, Нотена Тора. Благословен ты Господь Бог наш, Царь Вселенной, избравший нас из среды народов и даровавший нам свою Тору. Благословен Господь, дающий Тору. Амин. Нынешняя недельная глава, как мы все знаем, называется «Вэйшлах». Переводится «И послал» или «выслал». И содержание этой недельной главы. Вкратце, значит, Якову при выходе из Месопотамии и при возвращении в Ханаан предстоит встреча с Исавом. И он готовится к этой встрече. Жизнь Исава, ой, жизнь Якова в стране Израиля. И история с сыновьями, история с Диной, история с конфликтом в Шхеме. И заканчивается недельная глава, перечислением потомков Исава. И интересная, ну вообще насыщенная глава, вся такая, о чем много можно поговорить. Момент такой интересный, собственно, название вот этой главы «И послал». И вот связь такая интересная, она, может, сразу не бросается в глаза с прежней недельной главой. В чем она заключается? Вот, скажем, в переводе Йосифона написано «И послал Яков перед собою посланцев». Есть переводы, которые дают такой же перевод, то есть «послал кого-то», но слово, которое стоит в оригинале «посланцев» – «млохим», то есть «ангелы». И есть еврейские переводы, которые говорят о том, что Яков послал ангелов пред собой. Это интересный момент, потому что вот в прошлой недельной главе говорилось о том, что когда Яков уходил от гнева брата своего Исава, он переночевал в пустыне, положив себе под голову камень, увидел сон, и в этом сне он видел ангелов. Там то же самое слово стоит «млохим», только там оно переведено «ангелы», и вот здесь оно переведено как «посланцы». Значит, но что было интересного с теми ангелами? Если мы говорим об ангелах, мы себе представляем небесные существа, духовные, которые обитают где? Там, да? И если мы видим лестницу, по которой они движутся, то каков порядок их движения будет? С неба на землю. А какой порядок увидел Яков там? С земли на небо и обратно. И интересно, ну, то есть это немножечко нарушает порядок нашего представления о том, кто такие ангелы и что они вообще делают. Интересно, когда Ишуа в первый раз встречается с Нафанаилом, Натаниэлем, да? Он говорит, ты уверовал, потому что я тебе сказал, что я видел тебя под смоковницей. И вы понимаете, что на самом деле сверхъестественное свидетельство. Ишуа не присутствовал рядом, когда Натаниэль молился, но Ишуа его видел. И для Натаниэля это было свидетельством того, что, собственно, тот, кому он обращался в духе, оказывается вот здесь на земле в образе человека. И он говорит, истинно ты сын Божий, да? Значит, Ишуа говорит, ты упуэровал, потому что я тебе сказал, что я видел тебя там. Но увидишь еще больше и увидишь ангелов восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. И обратите внимание, порядок тот же самый. Восходящих, то есть с земли на небо и с неба на землю. То есть ангелы, они исходят от нас. Если мы что-то делаем по воле Всевышнего, ангелы исходят от нас по воле Всевышнего и делают то, что угодно Всевышнему. То есть, когда мы молимся, помните, когда Данил взял пост и молился, и когда ангел к нему пришел, он говорит, в тот же момент, когда ты возвал, твоя просьба была услышана и ответ твой был послан. То есть, опять же, тот же порядок. Ангел отошел от Даниэля, вошел, получил ответ и возвращается обратно. И Писание не зря говорит, что ангелы суть служебные духи, поставленные для того, чтобы служить святым. Но нужно понимать, что они исполняют волю Всевышнего, а не нашу волю, потому что есть люди, которые хотят управлять ангелами по своей воле. И это заканчивается очень печально. Но я сегодня говорить хотел немножечко о другом. Это и история, вообще история предстоящей встречи Якова с Исавом, она очень интересная. Я, читая один комментарий, узнал то, чего раньше не знал. И сейчас я вам об этом сообщу. Значит, если бы перед нами была карта Израиля, и тот путь, которым Яков возвращался, то есть, ну, просто на досуге. Можете открыть карту, ну, есть атласы библейские, значит, и путь Аврама из Месопотамии в Эрецисраэль. Соответственно, когда Яков возвращался из прежнего дома Аврама, он шел тем же путем, потому что это был единственный торговый путь, по которому шли караваны, и по которым можно было попасть, скажем, из Харана в Ханаан. Если мы посмотрим на карту Израиля, то, собственно говоря, Аврам пришел в Эрецисраэль, или в Ханаан через север. И с севера на юг простирается сначала Галилейское море, а потом Мертвое море. Значит, и Яков, когда возвращался, он, собственно говоря, шел тем же путем. Мы знаем, что поселился он в Шхеме. Шхем находится между Галилейским морем и Мертвым морем. А земля, в которой жил Исаф, она находится южнее Мертвого моря. То есть, в принципе, если бы Яков пришел, пришел в дом отца, встретился с отцом и пообщался бы с ним, то Исаф узнал бы о том, что Яков вернулся только тогда, когда кто-то из свидетелей отправился бы к Исафу и сказал бы, ты знаешь, брат твой Яков вернулся, ты хотел с ним поговорить? То есть, оно произошло бы примерно так. Я думаю, что Яков это тоже понимал. И тем более может показаться странным поведение Якова, который еще не придя, в эту землю посылает гонцов к Исафу Яков боится. И мы видим это в том, как он предстоит пред Богом и говорит о том, что он испытывает страх и просит защиты. Мы видим в тех действиях, которые он совершает, разделяя свой стан на два стана. Мы видим порядок действий, что, ну, короче, во всем том, что мы видим в Писании, видно, что Яков на самом деле боится встреча с Исафом. И при всем при этом он совершает такую, ну, с точки зрения здравой логики, как бы, ну, ошибку. Он предупреждает Исафа, что он идет. Зачем? Логичнее было бы встретиться с Папой, а в присутствии Папы Исаф вряд ли бы решился что-либо предпринять подобное. Вы же помните, что когда Исаф узнал о том, что первородство от него ушло, не первородство, а благословение, связанное с первородством, он, собственно говоря, и высказал идею, что, как бы, дождусь момента, то есть он не сразу решил убить Якова, но он выжидал момент, то есть его гнев содержал некоторые элементы логики, а прошло уже столько лет, гнев мог поутихнуть, и, ну, логично было бы спрогнозировать такие события со стороны Якова. Приду к Папе, Папа заступится, если что. Яков поступает вопреки этому, при том, что боится Исафа. И вы знаете, если мы посмотрим на эту историю немножечко с другой стороны, при этом вспомним еще некоторые интересные эпизоды из Писаний, я сейчас постараюсь это все наглядно показать. Собственно, мы, может быть, что-то для себя поймем в том плане, что, ну, чему мы можем вообще всего этого научиться. Знаете, мы иногда попадаем в ситуации, когда мы не знаем, что делать, когда обстоятельства, казалось бы, все против нас. Легко жить и поступать тогда, когда ты проснулся, у тебя день расписан по пунктам, ты знаешь, что делать, ты знаешь, что ничто на это повлиять не может. Все идет по плану, да. Совсем другая ситуация, что вот ты реально не знаешь, что делать. Есть страх, есть угроза, есть обстоятельства, и ты не знаешь, что делать. И вы знаете, существует такая поговорка, «На Бога надейся, а сам не плашай». И вы знаете, интерпретации этой поговорки много, и они все настолько радикально разные, настолько, что, ну, вот одна крайность, «На Бога надейся, а сам не плашай». Типа, пока от Бога дождусь, я сам что-нибудь сделаю, для того, чтобы получить то, что мне полагается. С другой стороны, ну, типа, а что я буду дергаться? Если Бог для меня это приготовил, я буду полагаться на Бога, сам не буду плашать, но не буду рисковать, не буду предпринимать каких-то действий. Бог все устроит. Это две крайности. И вот, если мы посмотрим на историю Якова и Исава, смотрите, есть земля, по которой странствовал когда-то Авраам. Бог сказал, «Эта земля будет твоей». Но как ведет себя Авраам? Он не приходит к жителям этой земли и не говорит, «Это мое, потому что мне Бог обещал». И когда ему нужен участок земли для захоронения своей жены, он идет и покупает то, что Бог обещал ему бесплатно. Яков покупает землю участок. Давид, когда хочет приобрести землю, кусок земли возле Иерусалима, орно-евусиянин, помните? Ивусияни, кстати, это народ, который должен был быть уничтожен Израилем при вхождении в эту землю. Но не всех уничтожили. И вот до Давида, то есть 400 с лишним лет прошло после входа Израиля в Ханаан и завоевания земли, Иерусалим не был до тех пор завоеван, Давид завоевал. И вот и вусиянин, представитель народа, который должен был быть уничтожен, владеет небольшим участком земли, которая по сути принадлежит евреям, принадлежит Израилю. Но Давид приходит и говорит, я хочу у тебя купить эту землю. Странное поведение, да? С другой стороны, ну совершенно радикально, когда приходит время, и Бог выводит евреев из Египта и приводит к земле, которую обещал Авраму, Ицхаку и Якову, говорит, а вот теперь пойдите и возьмите. Но опять же, тут тоже предполагаются разные методы приобретения этой земли. Где-то идут мирные переговоры, где-то идут военные действия. И здесь уже Израиль, собственно говоря, не останавливается ни перед чем. Кроме своих собственных страхов, в результате чего, собственно говоря, не вся земля была приобретена, и многие люди остались, которых не должно было там остаться. Чем объяснить такую разницу в подходе? Почему в каких-то случаях земля покупается, в каких-то случаях она завоевывается? Давайте на нынешнее время посмотрим, ну ближайшее к нам. Сто лет назад, когда возникло сионистское движение, и многие евреи решили вернуться таки в свою землю, которую Бог когда-то обещал еврейскому народу, эта земля, опять же, не завоевывалась, она выкупалась. Из Одессы, да. И пришло время, когда образовалось государство Израиль, и сейчас Израиль не покупает земли, сейчас он отстаивает с оружием в руках. Так, ситуация буквально на наших глазах, опять же, кардинально меняется. Теперь с этой позиции давайте посмотрим на историю Якова и Исава. Кому принадлежит обетование этой земли в соответствии с первородством и благословением? Якову или Исаву? Яков. Яков получил первородство, потому что Исав продал, Яков получил благословение, но, опять же, обетование земли, оно было на самом деле не связано с первородствами Исава и с его благословением, а с тем благословением, которое Яков получил честно, с открытым лицом от своего отца, когда его отправляли в Месопотамию за женой. И вот Яков фактически имеет на руках документы, свидетельствующие о праве на эту землю, но в течение всего этого времени фактически землей владел кто? Исав. Но, опять же, нужно понимать, что ситуация на самом деле кардинально не изменилась по сравнению с временами Авраама и Ицхака, потому что они были на тот момент странниками и пришельцами, да, уже более многочисленными, но при всем при этом странниками и пришельцами. Земля еще им не принадлежала по факту, а только как в обетовании, Бог обещал. Но, как бы, ситуация с юридической точки зрения, с точки зрения Бога интересная. Земля фактически обещана Якову, но фактически на ней долгое время обитает Исав. И когда Яков возвращается, он посылает дары, чтобы умилостивить того, кто владеет на данный момент этой землей, чтобы получить милость в глазах его и войти мирно. И вот, собственно говоря, во всем этом можно увидеть, что вот поговорка «На Бога надейся сам не плашай» или другими словами, вот модель поведения, это динамика упования на Бога или действия какого-то. Нужно понимать, что в одних случаях нужно уповать на Бога, в других случаях нужно действовать. А вообще, если по большому счету, нужно и на Бога уповать, и действовать, но всегда должен быть определенный баланс. И вы знаете, я, готовясь к этой недельной главе, для себя опять открыл нечто новое. Вот притчи, 20 глава, 21-22 стих. «Наследство, поспешно ползахваченное вначале, не благословится впоследствии. Не говори, я отплачу за зло, предоставь Господу, Он сохранит тебя». Слово «сохранит» в оригинале, там стоит слово «яша», то есть это корень, от которого происходит имя Ишуа. То есть другими словами можно перевести так. «Не говори, я отплачу за зло, предоставь Господу, и Он ишуа для тебя». Вообще удивительный отрывок такой. Есть другое место. Притчи, 21 глава, 31 стих. «Коня приготовляют на день битвы, но победа от Господа». Я что хотел еще прочитать. Вот Раф Кук, создатель философии религиозного сионизма, еще в 20-е годы прошлого столетия отмечал, что поведение упования не является полноценным и правильным. То есть оно правильное, но оно не гармонично, если оно не дополнено действиями. Он обращал наше внимание на слова мудрецов Талмуда, которые указывают, что человек должен уповать только после того, как со своей стороны он полностью осуществил принцип действия, активности. Хишталдут на иврите. То есть после того, как он самостоятельно пытался решить свои проблемы. И если после всех усилий он чувствует, что не властен над ситуацией, только тогда он должен применить принцип упования и положиться на помощь Всевышнего. А в тех областях жизни, где человек может своими человеческими силами успешно действовать, там запрещено ему, бездействуя, лишь уповать на помощь неба. Динамика упования и действия, продолжает Раф Кук, существует не только в поведении отдельного человека, но и в отношении всего еврейского народа. Ну, о чем мы сегодня говорили немножечко. Так вот, интересно, что мудрецы Талмуда, которые находились в изгнании, они придерживались простого принципа, давайте мы будем просто уповать. Пришло время, когда изменились обстоятельства для еврейского народа, и тот же Раф Кук, который тоже раввин, тоже мудрец, он говорит, что на самом деле просто уповать, этого мало. И вот эта вот идея, что сначала надо что-то сделать своими руками, пока не поймешь, что уже все плохо, тогда уже начинаешь уповать, на самом деле тоже не совсем верно. Вы знаете, Писание говорит, что вводи мы Духом Божьим, судите Божьим. И у нас есть Писание, у нас есть Дух Святой, и благодаря вот этим составляющим, опять же, вспоминая слова Маше из Торы, если будешь слушать гласы Господа Бога своего, исполняя заповеди, жив будешь. То есть баланс в том, чтобы что-то делать или не делать, уповать или рассчитывать на свои силы, на самом деле состоит в том, чтобы делать то, что мне открыто Господом в соответствии с Его волей. Потому что, скажем так, я в своей жизни действительно поспешно захватил полагающееся мне наследство. И я знаю на своем собственном опыте, что впоследствии оно не благословилось. И поэтому я не зря соединил эти два стиха об уповании на Господа и о том, что я не соединил это Писание, показывает нам в этом порядке. Значит, и говорит, не отплачивая за зло. И вы знаете, интересно, что когда Писание призывает нас уповать на Господа, оно призывает нас уповать в тех случаях, когда нам сделали какое-то зло. если мы откроем Новый Завет, три места, где говорится о том, что нельзя воздавать злом за зло. Римлянам, 12 глава, 17 стих, никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. То есть, другими словами, делайте то, что вы знаете, что Богу угодно, а месть оставьте Ему. Дальше. Первое Фессалоникийцам, 5.15. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу и всем. То есть, опять же, творите волю Всевышнего, а реакцию на зло оставьте Господу. Дальше. Первое Петра, 3.9. Не воздавайте злом за зло и ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение. То есть, для того, чтобы наследовать благословение, которое Бог имеет для нас, необходимо не брать оружие в руки, а идти и делать то, к чему призвал нас Господь. У нас есть Слово Божие, у нас есть Дух Святой, у нас есть водительство от Него. И, зная, зная волю Всевышнего, мы должны твердо в этом стоять. И когда мы будем твердо в этом стоять, тогда Господь для нас действительно будет Ишуа. Спасение, избавление и упование, которое мы имеем в Нем. Поэтому давайте будем благоразумны в своей жизни, в своих действиях. Уповать на Господа будем тогда, когда мы не знаем, что делать, а когда мы знаем, что делать по воле Его. Мы не будем ждать, что кто-то это сделает за нас, а будем идти и делать то, к чему призвал нас Господь. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok